человек молодой тогда когда он живет будущем когда человеку 5 лет или 10 лет или 15 лет когда он и юмой он он не вспоминает прошлое он живет планами на будущее а как мы воспринимаем свое будущее правильно ли мы воспринимаем свое будущее неоднократно мы уже с вами изучали что жизнь это набор возможностей под каким углом смотреть на эту жизнь вот к вам такой контрольный вопрос что нужно человеку для того чтобы он улыбался целый день каждый день своей жизни чтобы он улыбался что вам необходимо чтобы вы улыбались 10 часов в день 12 часов в день 18 часов в день пока я говорю вы размышлять а потом мы сравним правильный у вас ответ или нет и так мир это набор возможностей у человека есть возможность слушать красивую музыку у человека есть возможность видеть хорошие фильмы у человека есть возможность улыбаться человека есть возможность путешествовать читать интересные книги общаться с интересными людьми изучать историю культуру четко есть возможно заниматься спортом заниматься танцами есть возможность кушать есть возможность не кушать есть возможность пить вкусный чай каждый час есть возможность целый день не пить у нас есть возможность одеваться так как мы хотим или есть возможность одеваться так как все одеваются у нас есть возможность жить с таким настроением с которым мы хотим, а есть возможность жить с настроением, как живут все остальные люди. У нас есть возможность рожать много детей, есть возможность не рожать детей, да? Есть возможность влюбляться, есть возможность не влюбляться, возможность создавать семью, возможность разводиться. И когда мы с вами освобождаемся от прошлого, и у нас возникает вопрос, а как мне воспринимать будущее, как мне воспринимать себя, как мне жить в будущем? Правильное это восприятие жизни как набор возможностей. Многие люди спрашивают, Алексей Владимирович, а для чего мы живем? Вот на самом деле, вот так если задумываться, все же люди задумываются, есть такое понятие, как кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста, когда человеку 40 лет, он уже все попробовал на вкус, у него уже и семья, и дети, и машина, и дом, он уже всего в жизни достиг. И примерно в 40 лет человек начинает задумываться, зачем я живу. У меня уже все есть, мне уже не любопытно. В 20 лет любопытно создать семью, просто любопытно, а что это такое, да? А к 40 годам человек уже, он свое любопытство удовлетворил. Он уже все знает, уже везде побывал, у него уже есть жизненный опыт, ему уже ничего не любопытно. И тогда возникает вопрос, а зачем все это, да? А зачем мы живем? Я говорю, понимаете, вот это набор возможностей. Жизнь тебе дана, и у тебя еще, вот тебе 40 лет, значит у тебя впереди еще 2 раза по 20. Да, то есть ты половину жизни прожил, у тебя еще 2 20-летки. Может быть 3 20-летки, но как минимум 2. И вот как ты распорядишься ими. Но многие люди, они не воспринимают жизнь как набор возможностей. И чтобы нам это качество себе повысить, потому что это качество влияет на наше настроение. Как мы воспринимаем свою жизнь, влияет на наше настроение. Вам такое задание. Каждую свободную минуту, чтобы мозгу дать нужную команду, чтобы он правильно воспринимал жизнь, попробуйте. Попробуйте, вы потом поймете. Пока не попробуйте, не поймете. Каждую свободную минуту говорите, я благодарю Бога за все возможности, которые у меня есть. Если вы не верите в Бога, просто говорите, я благодарю жизнь за все возможности, которые у меня есть. Вот каждую свободную минуту. Вот вы идете по улице, я благодарю Бога за все возможности. Я благодарю Бога за все возможности. Я благодарю Бога за все возможности. Вы кушаете чай, завтракаете. Я благодарю жизнь за все возможности. И вы тогда, ваш мозг начинает открывать, ваш мозг начинает видеть все эти возможности, он начинает воспринимать жизнь Слушай, у меня есть возможность расправить плечи, у меня есть возможность пройти элегантную походку, аристокритическую походку У меня есть возможность заигрывать с женщинами, знакомиться флиртовать или с мужчинами У меня есть возможность зайти на сайт знакомства, знакомиться с новыми для тех, кто не замужем, не женат У меня есть возможность поехать в лес на шашлыки, пойти в парк, пойти в кино, в музей, пойти в театр, у меня есть возможность пораньше лечь спать, выспаться, у меня есть возможность принять ванну с пеной, наслаждаться жизнью, у меня есть возможность кушать овсяные печенья, у меня есть возможность кушать пряники, у меня есть возможность делать шашлыки, в каждом магазине сейчас продаются уже замаринованные шашлыки, а люди этими возможностями не пользуются, они воспринимают жизнь как набор проблем. Правильно ли мы смотрим на будущее каждую свободную минуту, я благодарю Бога за все возможности. Или, если вы не верующий человек, я благодарю жизнь за все возможности. У вас был вопрос, что вам нужно для того, чтобы вы улыбались каждый день, каждую свободную минуту, чтобы вы улыбались всю свою жизнь. Какой вы дали ответ? Правильный ответ – губы. Для того, чтобы человек улыбался 18 часов в день, ему нужны губы, больше ему не нужно ничего. У вас есть возможность улыбаться каждую секунду, губы у вас для этого есть. А когда мы улыбаемся, невольно уже наша радость начинает подниматься, когда мы улыбаемся, уже наше настроение начинает подниматься. Мы сами формируем свой характер, мы сами формируем свое настроение, мы смотрим на жизнь и проверяем, как это работает, как поднимается наша энергетика, как раскрывается наша радость. И глаза начинают расширяться, потому что ты начинаешь везде эти возможности видеть, возможности получить удовольствие, возможности жить в радости, возможности хулиганить, веселиться, возможности радоваться, возможности пошалить, возможность флиртовать, возможность заигрывать, возможность хохотать, возможность смеяться, возможность улыбаться, возможность целоваться, возможность получать удовольствие от жизни. Продолжение следует...